Он богат, талантлив и скучает. Винсану Касселю хочется задать только один вопрос. Как он мог оставить Монику Белуччи? Но это интервью должно продлиться больше двух секунд. Поэтому спрашиваем о погоде. Винсан любит жару в теплые страны. В России ему непросто. Ну в теплые страны я все-таки еду отдыхать. Я сюда приехал работать. Но вообще мне тут нравится. После 50-ти Кассель изменился. Его посты в сети о любви к дочерям от Моники Белуччи, деве и Леони. Нынешняя супруга Тина Кунаки в этом году родила ему дочь Амазонии. Без ложного притворства есть любовь и ее много. И это самый прекрасный подарок в жизни, пишет Винсан. Дерзкий, жесткий Кассель вдруг стал сентиментальным. Это возраст, наверное. Думаю, с возрастом люди вообще становятся менее агрессивными. Если они удачно взрослеют. Винсан и писать картины начал, чего от себя не ожидал. Портрет жены Тины вышел на славу. Вообще, я никогда раньше не рисовал. Даже карандашом. Это как прыгнуть с парашютом в другой мир. И только искусный соблазнитель никогда не признает себя таким. Я ни в коем случае не могу сойти за профессионального Донжуана. За специалиста по ухаживаниям. Я только знаю, что каждая женщина уникальна и требует разного подхода. Про чувство и чувствительность. Новый фильм Касселя особенные. Герой Касселя помогает аутистам. Им сложно завязывать и поддерживать дружеские отношения. Голливудским блокбастерам Кассель сейчас предпочитает фильмы на важные социальные темы. Жозеф, ты как? Я не специально дернул стоп-кран. Я знаю, знаю. Тебя не обижали? Я не виноват. Конечно, не виноват. Не волнуйся. Я был потрясен. Сначала испытал чувство, похожее на жалость. Но в жалость есть элемент чуть-чуть снисходительности. Ощущение того, что люди рядом слабее. Жалость – абсолютно ненужное чувство в таком случае. Оно никак не попадает. Оно не помогает взаимодействовать с этими людьми. Надо просто войти в их жизнь и научиться коммуницировать. Это главное – общаться, понимать. В общем, Вин Сан в любви. К семье, к детям, ко всем людям. И это взаимно. Он очарователен и оставил самое прекрасное впечатление.